Добрый день, меня зовут Наталья. Моему сынули 2 года и 7 месяцев. Мы проходим дистанционное лечение в центре БРД. До этого времени у нас было, провели мы 2 сеанса. Сын мой не разговаривает, не понимает обращенную речь, не кушал сам, не самообслуживается. Когда зовешь его, не отзывается. С гашком, слава богу, проблем нету. Сам приносит гашок, если ему это надо. После первого сеанса Сашка попросил, прямо схватил ложку у меня из рук на завтрак. Мы завтракали, и он стал самостоятельно кушать. До этого никакими хитростями этого не могли добиться. Потому что ждал, когда его обслужат. Появился у него очень четкий и указательный жест. Сейчас показываем пальчиком. На все, что его интересует. Книжки раньше мы пробовали ему читать. Он просто закрывал книжку, и на этом все заканчивалось. Сейчас слушает, когда мы ему читаем. Рассматриваем картинки. Так раньше только листал сам. По лестнице спускаемся, поднимаемся самостоятельно. Раньше только с поддержкой. А сейчас просто убирает наши руки в сторону, и он хочет самостоятельно. Ему нравится то, что у него все это получается. Появилось у него больше лепета. Слоги. Ба-ма. Пока не конкретно кому-то обращенные. Просто так. Ба-ма. 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 Ба-ба. И так далее. На прогулке после первого сеанса, услышав лающую собаку, очень четко за ней повторил. Гав, 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 гав. Потом по нашей просьбе. Сашка, как делать собачку? Опять. Гав, 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 гав. Пару дней он так по просьбе что-то еще повторял. Потом хитрец. Так. Только по настроению повторяет. Научились кидать мяч. Еще пока не ловят, но очень хорошо кидать мяч. У нас какие-то вот уже общие семейные игры, где задействованы и папа, и сестра. И нам это очень нравится, интересно. Раньше я просто сворачивал все и в сторону. Типа, вы играете, а я тут понаблюдаю или займусь своими делами. После первого сеанса лично у меня прошли головные боли, которые меня мучили больше двух месяцев, не переставая и днем, и ночью. Второй сеанс мы провели 21 ноября. Правда, сеанс был уже поздноватый, закончили мы. Но Сашка очень спокойно сидел. Даже пытался по-нашему так пообщаться с Давидом. Что-то на своем там языке кряхтел, лепетал. Очень внимательно смотрел на него. После сеанса он лег на кровать, вернулся на бочок и уснул. Без укачиваний, без колыбельных, без каких-то других еще манипуляций. На второй день у него была такая загадочная улыбка. Задумчивый. Как будто говорил, что я что-то знаю, чего вы не знаете. Было очень забавно за этим всем наблюдать. Что у нас еще начинает понимать, что вокруг него происходит. Даже смотрел, скажем, мультики. Там мультик про экскаватор. Встал, принес нам экскаватор свой. Показать, что вот видите, у меня тоже есть экскаватор. И там экскаватор. Про коровку тоже самое. Услышит про коровку. Бежит за своей плюшевой коровкой. На коровке показывает, где по просьбе. Где у нее ушки, где у нее глазки. На себе показывает. Там носик, зубки ему нравятся. Уже какие-то игры в ладушки. Потому что раньше этого никак. Он даже просто ладошки не открывал. Просто кулачками держал все. Да, мы уже научились приветствовать. Привет, пока. Воздушные поцелуи даем. Так понимает, что вот мы уже. Родители как бы прощаются. Там, допустим, с знакомыми. И он пока-пока. Может и воздушные поцелуи дать. И этим дать понять, что видите, я тоже в теме. Так что вот такие наши успехи. Это не маленькие успехи для нас. Для кого-то может покажется, что незначительные. Но для нас существенные. Будем дальше трудиться. Давид, благодарим. Будем работать дальше. Всего доброго.